Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, зрители наших вебинаров для краеведов, работающих с молодежью. Добрый день. Меня зовут Владимир Беклямишев. Мы продолжаем цикл встреч, посвященных школьным музеям. Напомню, что в прошлый раз мы говорили об общих принципах организации школьных музеев, а сегодня поговорим об условиях хранения их экспонатов, о общих принципах реставрации экспонатов. И для того, чтобы поделиться своим опытом, мы пригласили художника-реставратора, сотрудника музея «Сталинградская битва» Ольгу Сергеевну Попов. Ольга Сергеевна, Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую Вас от лица сотрудников отдела реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва». Наш сегодняшний разговор будет посвящен такой теме, как организация деятельности образовательного учреждения по обеспечению физической сохранности музейных предметов. Комплекс мер, направленных на обеспечение физической сохранности музейных предметов, включает в себя правила проведения реставрационных и консервационных работ в отношении музейных предметов, правила хранения и экспонирования музейных предметов. Все эти вопросы мы попытаемся сегодня рассмотреть. Проблемы сохранения музейных предметов и музейных коллекций, относятся к числу приоритетных направлений деятельности Министерства культуры Российской Федерации, органов управления культурой субъектов Федерации, тех музеев в стране вне зависимости от подчинения. В связи с этим мы хотим поделиться с Вами опытом и рассказать, как решается эта задача в нашем музее. Музей-заповедник «Сталинградская битва» – один из крупнейших музеев в нашем регионе. Он имеет федеральное подчинение и объективно является научно-методической базой для региональных музеев, как муниципальных, так и ведомственных, в том числе и музеев образовательных учреждений. В отличие от музея образовательного учреждения, наш музей располагает большим штатом специалистов, которые занимаются всеми направлениями музейной деятельности профессионально. В частности, для организации работы по реставрации музейных предметов у нас создан отдел реставрации. Отдел обеспечен современной материально-технической базой для проведения реставрационных работ. В отдел закуплено новое оборудование. Ежегодно для работы закупаются современные реставрационные материалы. Отдел реставрации имеет в своем штате художников-реставраторов по разным направлениям деятельности. Это и станковая масляная живопись. Вот здесь на слайде вы видите Наталью Смирнову. Это заведующий отделом реставрации. Художник-реставратор по станковой масляной живописи. Третья категория. Здесь вы видите художника-реставратора по ткани. Меня. Художника-реставратора по ткани. Второй категории. Также у нас есть специалист по реставрации бумаги. Светлана Валентиновна Прошина. И художник-реставратор по металлу. Владимир Иванович Чайкин. В соответствии с законодательством Российской Федерации, работа по реставрации и консервации музейных предметов имеют право осуществлять только лица, аттестованные в установленном порядке Министерством культуры Российской Федерации на право проведения реставрационных работ. Два наших реставратора по станковой масляной живописи и по ткани уже успешно прошли аттестацию Министерства культуры Российской Федерации. Реставраторы неоднократно проходили стажировки в ведущих реставрационных центрах страны. Российский художный научно-реставрационный центр имени Академика Грабаря, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, отдел научной реставрации Государственного исторического музея, Российская государственная библиотека. Сотрудники нашего отдела имеют большой опыт реставрации уже свыше 15 лет и ежегодно выполняют работы по реставрации музейных предметов в рамках госзадания. На этих слайдах вы видите примеры наших работ, предметов, отреставрированных нашими специалистами. Это и картины, предметы из металла, предметы из бумаги, предметы из ткани. Также функции художника-реставратора, например, по бумаге входит изготовление муляжей документов, предназначенных для длительного экспонирования. Ведь всем известно, что на цвету чернила и печати выгорают, тексты становятся нечитаемыми. И чтобы избежать утраты уникальных документов, в экспозиции их часто заменяют изготовленными вручную копиями, муляжами, а подлинники хранят в музейных фондах в полной темноте и экспонируют только на наиболее значимых выставках. В каждой выставке по заявкам отдела экспедиционно-выставочной работы проводится осмотр, реставрация, профилактика и приведение музейных предметов в экспедиционный вид. Осуществляется санация, профилактическая обработка и консервация новых поступлений в музейные фонды. Ежемесячно реставраторы совместно с хранителями музейных коллекций осуществляют плановые профилактические осмотры в фондах хранилища, при необходимости принимают меры по консервации и реставрации поврежденных и утративших прочность музейных предметов. Еженедельно в профилактический день, когда музей закрыт для посетителей, проводятся осмотры и профилактические обработки экспонатов музея-панорамы и филиалов музея. В соответствии с графиком обработок открываются витрины, реставраторы обеспыливают экспонаты, предметы из кожи и металла и дерева покрывают консервационными составами. Для защиты предметов из ткани и меха помещают в витрины инсектицидные средства, антималевые пластины и шарики. Хранители экспозиции в это время очищают внутренние поверхности витрины и экспозиционное оборудование. Сотрудники службы клининга моют стекла в витринах, осуществляют уборку в залах. Таким образом, общими усилиями поддерживается чистота в экспозиции музея. Регулярно, совместно с сотрудниками экспозиционного отдела проводятся плановые профилактические осмотры полотна-панорамы «Разгром немецко-фашистских войск с Сталинградом» и «Четырех диорамок». Кроме ежедневной плановой работы, сотрудникам отдела реставрации музея-заповедника в разные годы доводилось оказывать шефскую помощь музеям образовательных учреждений города Волгограда. Наши реставраторы также оказывают консультативную помощь жителям города по вопросам хранения и бережного обращения с уникальными реликвиями, хранящимися в семейных архивах. Я уже говорила в начале и еще раз хотела бы повторить, что работы по реставрации и консервации музейных предметов должны проводиться только специалистами. Эти виды работ не входят в компетенцию музеев образовательных учреждений, но поскольку эти музеи взяли на себя ответственность, собирают, хранят и экспонируют предметы, то в их задачи входит поддержание этих музейных предметов в надлежащем виде. Одно из основных требований к музею образовательного учреждения – четкое соблюдение требований по условиям хранения подлинных материалов и осуществления мероприятий, направленных на их долговременную сохранность. Ни знание, ни соблюдение этих требований может привести к порче и утрате музейных предметов. Рассказывая о нашей работе, я намеренно не называю никакие средства, которые мы используем для реставрации и консервации предметов. Это было бы непрофессионально. Если кто-то думает, что существует какое-то волшебное средство или методика, которые могут в один миг восстановить поврежденные предметы, то это заблуждение. Существует огромное количество средств и методик. Однако, как нет двух одинаковых экспонатов, так и нет средства или методики, одинаково пригодной для всех. Что подходит для одного предмета, может быть губительным для другого. Работа реставратора – сродни профессии врача. И главный принцип нашей работы, как и в медицине – не навредить. Ни один уважающий себя врач не станет лечить человека заочно, не осмотрев его. Так и в реставрации. Прежде чем давать какие-то советы, нужно осмотреть предмет, исследовать его и сделать пробы. В любая реставрации есть процесс вмешательства в экспонат, который неминуемо искажает памятник. Поэтому такое вмешательство должно быть минимальным и обоснованным. Иной раз отсутствие реставрации гораздо лучше, чем проведенное непрофессионально. Поэтому сотрудникам музеев образовательных учреждений для обеспечения физической сохранности музейных предметов можно порекомендовать следующее – поддерживать чистоту хранилища и экспозиции, регулярно проводить профилактические осмотры, а в случае необходимости обращаться за консультацией к специалистам, например, в региональные музеи, имеющие в своем штате аттестованных реставраторов. В последнее время большое внимание уделяется теме превентивной консервации. Превентивная консервация – это система мероприятий, обеспечивающая комплексную защиту музейных предметов, направленная на замедление процессов их старения путем создания и поддержания нормативных условий хранения и экспонирования. К таким мерам относятся наблюдения и контроля режима хранения и экспонирования музейных предметов. Режим хранения и экспонирования включает в себя несколько составляющих. Это температурно-влажностный режим, световой режим, режим воздушной среды, санитарно-гигиенический режим, биологический режим. Давайте рассмотрим эти темы подробнее. По ходу разговора на слайдах вам будут представлены таблицы с нормативами по условиям хранения и экспонирования музейных предметов из различных материалов. В крупных музеях, таких как наш, для хранения музейных предметов предусмотрено наличие фонда хранилища, где осуществляется раздельное хранение музейных предметов и коллекции по видам материалов в отдельных помещениях, хранилищах, в каждом из которых соблюдается свой режим хранения. В небольших музеях, к которым можно отнести большинство музеев образовательных учреждений, осуществляется, как правило, комплексное хранение музейных предметов. Но даже в этом случае музейные предметы при хранении должны быть по возможности разделены по видам материала. При комплексном хранении возникает дополнительная сложность создать необходимый режим хранения с учетом особенностей каждого музейного предмета. В экспозиции в музее предметы из разных материалов традиционно размещают в одном общем пространстве – в зале или в витрине. А если учесть, что музейные предметы находятся в экспозиции достаточно продолжительное время, им необходимо обеспечить комфортные условия и тем самым продлить их физическую жизнь. Температурно-влажностный режим хранения и экспонирования. В представленной таблице вы видите, можете увидеть, какие предметы из каких материалов наиболее чувствительны в повышенной относительной влажности воздуха. Здесь дана классификация музейных предметов по степени воздействия на них повышенной влажности воздуха. И указаны рекомендованные нормативы относительной влажности воздуха для разных материалов. Самыми зависимыми от температурно-влажностных условий хранения и экспонирования являются музейные предметы из органических материалов – это дерево, ткань, кожа и бумага. Эти материалы гигроскопичны, быстро разрушаются как при повышенной, так и при пониженной влажности. Особенно сильное разрушительное воздействие на органические материалы оказывают резкие колебания температуры и влажности. При этом происходит деформация предметов, изменяется их структура. Например, кожа при высокой влажности поглощает воду, набухает. Длительное увлажнение может привести даже к распаду кожи и превращение ее в смолоподобную массу. При высокой же температуре и низкой влажности волокна усыхают, кожа деформируется, на ней могут появиться складки и трещины. Волокна текстиля также очень гигроскопичны. Они набухают с повышением влажности и сокращаются с ее понижением. Это ведет к постепенной деструкции волокна и деформации ткани. При высокой температуре и относительной влажности менее 40% ткань пересыхает, становится хрупкой, ломкой. Также губительно действует пониженная влажность и на бумагу. Повышенная же влажность, наоборот, увеличивает риск развития биозаражения, то есть развития плесени. Из неорганических материалов наиболее чувствительными к температурно-влажностному воздействию являются археологические предметы органического и неорганического происхождения. Колебания влажности могут привести к их полному разрушению. Повышенная влажность очень опасна для металлов, так как при этом усиливаются процессы коррозии. По этой же причине предметы из металла недопустимо подвергать влажной очистке. Также очень чувствительно к повышенной влажности историческое стекло. Влага вызывает так называемую стеклянную болезнь, когда стекло со временем тускнеет. Влага губительно действует и на фотографии. На этом слайде в следующей таблице указаны нормы температурно-влажностного режима, рекомендованные для музейных предметов из разных материалов. Но поскольку в музеях образовательных учреждений осуществляется, как правило, комплексное охранение и экспонирование музейных предметов, то применяется комплексный режим соблюдения температурно-влажностного режима. Вот в этой таблице он указан в последней строчке. Комплексное хранение материала. Эта температура не выше 18 градусов Цельсия и относительная влажность воздуха не более 55%. Для контроля температурно-влажностного режима существуют специальные приборы, термометры, термогигрометры. Результаты измерений регулярно фиксируются в журналах наблюдений. Существуют специальные приборы для регулирования температуры и влажности в помещениях, увлажнителей и осушителей воздуха. Простейшими же способами регулирования являются проветривание помещений и регулирование мощности отопительных приборов. Цветовой режим хранения и экспонирования. Для обеспечения физической сохранности музейных предметов их хранение осуществляется при отсутствии освещения, а вот в экспозиции музея освещение является необходимым условием для зрительного восприятия предмета. При этом освещение подразделяется на естественное, это солнечный свет, и искусственное, лампы. Наиболее разрушительным воздействием на музейные предметы обладает естественный солнечный свет, а в особенности ультрафиолетовая часть солнечного спектра. Из источников искусственного света наиболее богаты вредным ультрафиолетовым излучением люминесцентные лампы. Использование их в музеях не рекомендуется. Лампы накаливания также не рекомендованы, так как они излучают большое количество тепла и нагревают предмет. Для искусственного освещения в экспозиции рекомендованы лампы холодного света, светодиодные. В этой таблице вы можете увидеть классификацию материалов по их светочувствительности. Как вы можете видеть, самыми чувствительными к свету являются предметы из органических материалов. Это текстиль, акварели, рисунки, рукописные книги, кожа, экспонаты, естественные истории, ботанические образцы. Волокна при освещении особенно губительное воздействие свет оказывает на предметы из органических материалов. Волокна при этом желтеют, красители тканей выгорают, обесцвечиваются красители, чернила, напечатанные тексты, фотографии выцветают. Ткани, кожа, бумага пересыхают. Световое облучение предмета – процесс необратимый. Даже если поместить предмет снова в темноту, он уже не восстановит свои свойства. Бумага, текстиль и кожа относятся к материалам самой низкой светостойкости. Продлить жизнь таких предметов можно, подвергая их минимальному воздействию света. Поэтому уровень допустимой освещенности этой группы экспонатов составляет всего 30-50 люкс, что можно соотнести с яркостью лунного цвета. Но кроме уровня освещенности, большое значение имеет длительность светового воздействия. Даже при низких показателях освещенности, при длительном экспонировании, светочувствительные красители выгорают. Поэтому по возможности необходимо стремиться к максимальному снижению световой нагрузки на экспонаты. В следующей таблице указаны предельно допустимые суммарные значения световой нагрузки в год для различных материалов. Необходимо помнить, что недопустимо попадание прямых солнечных лучей на предметы. Особенно это касается светочувствительных материалов. Для защиты музейных предметов от действия естественного освещения, окна должны быть снабжены шторами или специальными пленками на стеклах, отражающими ультрафиолетовое излучение. Наилучшим решением была бы возможность закрывать окна в экспозиции музея цветонепроницаемыми шторами или экранами и открывать их только на время проведения экскурсии. В следующей таблице мы можем получить представление о вредном воздействии загрязненного воздуха на различные материалы. Ни для кого не секрет, что в воздухе, особенно в больших городах, велика концентрация вредных химических веществ. Это дым, пыль, сажа, озон, сернистый и углекислый газ, сероводород, двуокись азота, летучие органические соединения, аэрозоли. Загрязнители проникают в музеи с потоками воздуха и создают угрозу сохранности музейных предметов, портят их внешний вид, вызывают коррозию металла, изменение цвета пигментов, снижение прочности бумаги и текстиля. Для защиты музейных предметов от вредного влияния загрязненного воздуха в музеях устанавливают в систему кондиционирования. Запыленность воздуха в помещениях для хранения витрин для экспонирования музейных предметов должна быть по возможности на низком уровне. Это объясняется рядом причин. Во-первых, запыленный предмет теряет свои визуальные качества. Во-вторых, частицы пыли, скапливаясь на поверхности материала, оказывают постоянное абразивное воздействие на материалы. В-третьих, пыль является питательной средой для развития микроорганизмов, бактерий и плесневых грибов, особенность сильно разрушающих органические материалы. Для предотвращения запыления в помещениях музея необходимо регулярно проводить влажную уборку пола, окон, подоконников и поверхности экспозиционного оборудования. В процессе профилактических осмотров необходимо осуществлять обеспыливание наружной и внутренней поверхности экспонатов, для чего рекомендуется использовать марлевые салфетки, мягкие плотяные щетки, кисти флейцы или пылесос с мягкой насадкой щеткой. При этом трубка пылесоса должна быть затянута сеткой для предотвращения всасывания фрагментов экспонатов. Биологический режим. Сохранность музейных предметов в значительной степени зависит от организации их защиты от биологических повреждений. Микроорганизмы, бактерии, споры плесневых грибов присутствуют на любых поверхностях. Они переносятся с потоками воздуха и способны выживать в санктиках и экстремальных условиях. Существует множество различных патогенных грибов. В процессе своей жизнедеятельности они разрушающе действуют на материалы органического происхождения, изменяют их цвет, вызывают появление трудноудаляемых пятен. Для разных видов микроорганизмов существуют наиболее благоприятные условия для роста и жизнедеятельности. Однако всем живым организмам без исключения необходима вода. Поэтому чем выше относительная влажность воздуха в помещениях, где хранятся или экспонируются музейные предметы, тем лучшие условия создаются для их развития. В частности, для развития плесени наилучшим условием является относительная влажность выше 85% при температуре выше 20 градусов. Следовательно, для снижения риска микробного заражения экспонатов необходимо создавать условия, непригодные для роста и развития, поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим, соблюдать в помещениях чистоту в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, проводить регулярные профилактические осмотры музейных предметов, при выявлении очагов заражения изолировать предметы. Помимо микроорганизмов, музейные предметы при хранении и экспонировании могут повреждаться различными насекомыми. К ним относятся моли, точильщики, кожиеды, мухи, тараканы и множество других. На следующем слайде приведены примеры повреждения предметов из ткани и меха моли. Очень часто это происходит совершенно незаметно, так как вредители имеют маленькие размеры, неприметную окраску, ведут скрытный образ жизни, способных подать в спячку. Насекомые попадают в музейные помещения через вентиляцию, в летнее время залетают через открытые окна, могут быть занесены с другими музейными предметами, тары и упаковки. В музее они находят для себя подходящую пищу, различные органические материалы, из которых состоят музейные предметы, тань, кожа, мех, перо, бумага, картон, дерево. Также они используют экспонаты как убежище и место для линьки. При благоприятных условиях насекомые начинают размножаться, при этом они, обладая большой плодовитостью, производят на свет большое потомство, в результате чего зараженность в помещении может стремительно нарастать. Некоторые насекомые, например, мухи, лишь загрязняют экспонаты своими экспериментами, оставляя после себя так называемые мушиные засиды, которые кождают внешний вид предметов. Другие же насекомые активно повреждают предметов. Но основной вред, как правило, наносят не сами насекомые, а их личинки, которые питаются органическими материалами. Перемещаясь в поисках пищи, они соскабливают поверхностный слой материала, прогрызают дыры в ткани, кожи, бумаги, делают ходы в древесине. Защита музейных предметов от насекомых в музее должна проводиться в двух направлениях. Это борьба с уже существующими очагами заражения и профилактические мероприятия для предотвращения дальнейшего заражения. Первая задача решается путем изоляции зараженных объектов, их тщательной очистки и дезинфекции. При этом запрещается обрабатывать непосредственно сами музейные предметы, например, аэрозоли. Аэрозоли допустимо использовать только для дезинфекции оборудования. Что касается обработки экспонатов, то для этих целей предмет может быть помещен, например, в герметично завязанный ксилофановый пакет, внутри которого помещаются инсекциевные средства, пластины или шарики, предварительно обернутые марлей, чтобы исключить контакт с поверхностью предмета. В таком виде предмет помещается под наблюдение в изолированное помещение на срок, пока не исчезнет угроза распространения заражения. Однако превентивные меры профилактики все же являются главными в защите музейных предметов от повреждений насекомых. К таким мерам относятся недопущение проникновения насекомых через вентиляционные ходы и окна путем использования мелкой ячейстой сетки, регулярные, не реже одного раза в месяц, осмотры для выявления вредителей и зараженных предметов. При оформлении экспозиции следует отказаться от использования шерстяных материалов для обивки витрин, стендов и декорирования стен. В витрины рекомендуется помещать средства, отпугивающие насекомых, например, с запахом лаванды, которые подлежат регулярной замене на новые по истечении срока годности. Кроме этого, в огромных местах возможно использование различных клеевых приманок ловушек. Музейное оборудование должно быть изготовлено из материалов, которые не могут служить питательной средой для насекомых, а его конструкция должна обеспечивать возможность проведения регулярных профилактических осмотров предметов. Совершенно необходимо, чтобы все вновь поступающие в музей предметы проходили тщательный осмотр. Подавляющее большинство предметов, поступающих в музей, имеют бытовые загрязнения и нуждаются в очистке с последующей обработкой, даже если видимых очагов заражения при первичном осмотре не выявлены. Все вышеперечисленные меры позволят существенно снизить признак биозаражения в музее. Следующие таблицы содержатся информации об условиях и сроках непрерывного экспонирования музейных предметов из разных материалов. Сохранность музейных предметов напрямую связана с соблюдением условий и сроков их непрерывного экспонирования. Как вы можете видеть, сроки непрерывного экспонирования музейных предметов из разных материалов сильно разнятся. Это три месяца, например, для предметов из ткани, кожи, бумаги, один год для икон и два года для остальных предметов. Для особо ценных экспонатов или имеющих плохую сохранность эти сроки должны быть минимальны и ограничены лишь наиболее важными выставками. В некоторых случаях возможен показ муляжей. Особенно оправдан такой вариант для документов, рукописей, фотографий, произведений, график. Экспозиционное оборудование должно надежно защищать экспонаты от полевого загрязнения и вредного воздействия окружающей среды. Все экспонаты должны быть надежно закреплены во избежание падения. Запрещается размещать экспонаты вблизи отопительных и вентиляционных приборов. При экспонировании подлинные документы запрещаются прикалывать кнопками, прибивать гвоздями, наклеивать на стенды, используя необратимый клей или скотч. Книги размещаются на специальных подставках под углом 20 градусов, на которых книга располагается в открытом виде не более чем на 120 градусов, что обеспечивает ей надежную опору. Материал для подставок должен быть нейтральным по своему химическому составу. При экспонировании одежды рекомендуется использовать манекены или размещать предметы на плечиках с мягкими накладками. Головные уборы следует экспонировать на специальных болванках из дерева, стекла или из бескислотного картона. Плоскостные предметы из текстиля можно располагать вертикально, нашивая их на планшет обитой ткани. А вот дублированные археологические ветхий текстиль или тонкие ткани с тяжелой вышивкой только на наклонных планшетах с углом наклона не выше 30 градусов. Для подвески тканей с оборотной стороны пришиваются специальные карманы с вспомогательной ткани, куда вставляется подвес, либо используют специальную контактную текстильную ленту-застежку. В случае использования колец их сначала пришивают к тесьме, а потом уже тесьму к верхней кромке экспоната. Все вспомогательные ткани должны быть нейтральны по своему химическому составу. Категорически запрещается монтировать предметы из текстиля гвоздями, булавками, скобами, кнопками. Можно использовать лишь булавки с некоррадирующим покрытием. Живопись в рамах экспонируется в вертикальном положении. Подвеска осуществляется при помощи тросов или шнуров с креплением колец только за раму. Крепление колец к подрамнику запрещено. Иконы крепятся при помощи специальных держателей, обтянутых тканей. Мебель экспонируется на подиумах. Запрещено передвигать предметы мебели по полу. Только переносить. Нельзя ставить на поверхность мебели никакие другие предметы. Произведения графики и старинные фотографии экспонируют под стеклом в двойном паспорту из бумаги типа ватма или из-за кислотного картона. При экспонировании металла рекомендуется размещать в одной витрине только однородные по химическому составу металлы, например, железо с железом, медь с медью, чтобы избежать коррозии. При монтаже стекла и керамики с использованием металлических креплений в местах соприкосновения с экспонатом необходимы мягкие прокладки во избежание царапины. Уважаемые коллеги, тема обеспечения сохранности музейных предметов очень обширная. Ее невозможно в полном объеме охватить в такой ограниченный отрезок времени. Пожалуй, поэтому я закончу. Более подробную информацию по организации учета, хранения, экспонированию музейных предметов и обеспечению их физической сохранности можно почерпнуть из такого документа, как приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 2020 года за номером 827. Он называется «Об утверждении единых правил организации, комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций». В этом документе прописаны четкие нормативы и правила по организации и деятельности музеев. Спасибо большое за внимание. Если остались вопросы, можете мне их задать. Большое спасибо, Ольга Сергеевна, за Ваш подробный, очень интересный рассказ, за Ваш опыт, которым Вы поделились с нашими зрителями. Хотелось бы задать Вам вопрос о тех примерах сотрудничества, которые, безусловно, есть в музее-заповедниках «Сталинградская битва». Знаем, что многие школьные музеи получают у Вас методическую поддержку, пользуются Вашей помощью. Может быть, поделитесь какими-то примерами, опытом? Да, конечно. Я уже говорила, что кроме ежедневной плановой работы сотрудники отдела реставрации в разные годы сотрудникам доводилось оказывать шефскую помощь музеям образовательных учреждений города Волгограда. Сейчас я расскажу Вам подробнее о нашем опыте работы, а заодно познакомлю Вас с этими музеями. Один из них... Один из них... Музей памяти героя России Лячина Геннадия Петровича, капитана первого ранга, командира атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Во всех уголках России чтят память моряков атомной подводной лодки «Курск», затонувшей 12 августа 2000 года в Варенцевом море. В тот день во время плановых учений она не вышла на связь в установленное время. Эта трагедия унесла жизни 118 подводников Северного флота. Командиром затонувшей лодки был наш земляк Геннадий Петрович Лячин. Его имя теперь носит Волгоградская средняя общеобразовательная школа номер 85, в которой он учился. В 2001 году на здании школы была установлена мемориальная доска. В школе также открыто и в настоящее время продолжает эффективно работать музей памяти бывшего укусника. На базе музея проводятся уроки мужества, созданный клуб юных моряков, ведется переписка с моряками Североморска, поисковая работа, проводятся встречи с гостями из всех уголков страны. Посмотреть в музее есть на что. Здесь представлены личные вещи командира подводной лодки и награды, переданные из его семьи. Экспозицию украшают поделки, созданные учениками школы. На одном из стендов есть даже капсула с водой Баренцева моря и самый настоящий кусок лодочной обширки. Под потолком развешаны подлинные флаги. Все это подарки моряков, которые никогда не приезжают в музей с пустыми руками. Среди экспонатов музея есть совершенно уникальный китель капитана первого ранга Геннадия Лячина, поднятый вместе с корпусом атомной подводной лодки курс со дня Баренцева моря через год после трагедии. Все это время китель находился в морской воде. Спустя время предмет был передан в музей вдовой командира. Однако в тот момент китель находился в плачевном состоянии и был совершенно непригоден для дальнейшего хранения, тем более для экспонирования. Это был высохший, слежавшийся комок изорванной материи, весь покрытый плесенью, муслинистыми пятнами и высолами, с первого взгляда на который невозможно было понять, что это китель героя. Предмету со временем грозило полное разрушение. В 2004 году руководитель школьного музея обратился за помощью к руководству Музея панорамы Сталинградская битва с просьбой отреставрировать этот китель. По его просьбе художник-реставратор, то есть я провела очистку предмета от загрязнений, укрепила китель по швам и законсервировала сохранившиеся фрагменты подкладки. Вот вы можете видеть на этом слайде фотографии отреставрированного кителя. Это была длительная, кропотливая и достаточно волнительная работа. Согласитесь, не каждый день приходится держать в руках такие реликвии, да и опыта подобных работ не было. До конца не верилось, что удастся вернуть предмет к жизни. К счастью, приложенные усилия не прошли даром и в результате проведенной работы такой бесценный экспонат смог занять почетное место в музее. Кроме этого, сотрудники отдела реставрации провели профилактический осмотр экспозиции школьного музея и дали рекомендации руководителю по дальнейшему хранению и экспонированию предметов. Другой музей, с которым нам довелось сотрудничать, это Народный музей боевой и трудовой славы трактора заводцев города Сталинграда в Волгоградском мужском педагогическом колледже лицея имени Федора Федоровича Слепченко. Музей уже очень много лет. Он был основан еще в 1970 году. В 1978 году музею было присвоено звание «Школьный музей». Дважды он был награжден дипломами Главного комитета выставки достижений народного хозяйства СССР. В 1988 году за активную работу по военно-патриотическому воспитанию и значительный вклад в развитие музейного дела Школьному музею было присвоено звание «Народный музей». Экспозиция музея включает более трех тысяч экспонатов только основного фонда и множество информационного материала расположенного на площади более полутора тысяч квадратных метров. Здесь же находятся музейные фонды, где хранится богатый архивный материал, научные работы сотрудников лицея и материалы поисковой работы учащихся. Музей включает в себя семь основных выставочных комплексов, среди которых мемориальный зал маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Он полностью посвящен командарму легендарной 62-й армии, оборонявшей Сталинград в годы войны. Экспонаты зала подарены семьей маршала. В зале представлены уникальные документы, фотографии, его личные вещи, реконструирован в его рабочий кабинет. Есть в музее даже диорамы героической обороны Сталинграда на тракторах в адских рубежах площадью 240 квадратных метров, созданная студией военных художников имени Грекова. Народный музей Волгоградского педагогического лицея пользуется заслуженной славой. Ежегодно его посещают тысячи гостей из разных уголков нашей страны. Постоянными посетителями музея являются учащиеся школы города Волгограда. Он по праву служит делом военно-патриотического воспитания молодежи. Как и в любом другом музее, такой большой объем экспонатов требует постоянного наблюдения и ухода. Подчас небольшие музеи не имеют возможности своими силами провести работы по приведению музейных предметов в экспедиционный вид, а тем более по их реставрации. Так, в 2015 году руководство лицея обратилось в музей-заповедник «Сталинградская битва» с просьбой помочь с реставрацией экспонатов. Необходимо было привести в экспедиционный вид предметы обстановки кабинета маршала Чуйкова, в частности кожаные кресла, письменный стол и шахматный столик, которые вы видите на этом слайде. Эта мебель стояла в кабинете Василия Ивановича Чуйкова во время его послевоенной службы в Германии и была передана народному музею дочери маршала. Наши специалисты осмотрели предметы мебели, обработали поверхности специальными консервационными составами, провели профилактические работы с музейными предметами, расположенными в зале, и дали сотрудникам музея подробные рекомендации по уходу за уникальными экспонатами. Также у отдела реставрации был опыт работы с музеем Маргариты Агашиной, поэтессой, автором песен, членом Союза писателей СССР, почетного гражданина города Волгограда. Музей был создан в 2004 году в канун 80-летия поэтессы по инициативе преподавателей и студентов, членов клуба любителей российской словесности при кафедре русского языка Волгоградского института экономики, социологии и права. Основу музейной коллекции составляют редкие фотографии поэтессы, памятные книги, подписанные ее рукой, а также личные вещи Маргариты Агашиной, подаренные музею ее детьми. Музей проводит тематические экскурсии, научные семинары и конференции, конкурсы, осуществляет комплекс образовательных программ. Совместно с журналом «Учий край» в музее ежегодно в день рождения поэтессы вручается литературная премия имени Маргариты Агашиной лучшему молодому поэту Волгоградской области. Для ценителей русской поэзии музей стал любимым местом. Здесь декламируют стихи русских поэтов, звучат песни, проводятся творческие встречи и праздники. Совместно с Центром детского творчества в музее ежегодно проводят конкурс на лучшие сочинения, посвященные творчеству Маргариты Агашиной. В 2012 году была проведена работа по приведению экспонатов из текстиля музея Маргариты Агашиной в экспозиционный вид, очистка, укрепление, ухранение деформации. Обновленные и посвежевшие предметы вновь заняли свое место в экспозиции. Как видите, сотрудники нашего отдела оказывают посильную консультативную практическую помощь региональным музеям образовательных учреждений. К нам довольно часто обращаются различными вопросами и мы всегда стараемся им помочь. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Сергеевна. Напомню, у нас сегодня в гостях Ольга Сергеевна Попова, художник-реставратор музея Сталинградского битва. Я хотел бы сразу завершение нашего сегодняшнего разговора анонсировать следующую встречу. В среду, 2 декабря в 10 часов утра по московскому времени у нас вебинар также проведет сотрудница музея Сталинградского битва Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы. Поговорим об этой сфере деятельности школьных музеев. Оставайтесь с нами, будьте на связи. Всего вам.